Всем привет ребят, с вами Стороненький, я сегодня записываю новый ролик, наконец-таки мы записываем новые замечательные видеоролики И сегодня я бы хотел уделить внимание тому ивенту, который уже, ну для меня наверное лично закончился недельку, может даже больше назад Поговорить о ивенте лёд и пламя, если я не ошибаюсь, именно так он у нас назывался, что-то подобное у нас в игре было Но в общем и целом это один из последних, хороших, интересных, годных ивентов Это именно то, чего я считаю, что должно быть у нас больше в игре, потому что есть определенные моменты, с которыми я не согласен, которые мне не нравятся, которые надо исправлять Ну и в общем и целом сегодня обо всем этом по порядку пройдемся, поговорим И я думаю, что ближе к концу данного видеоролика заберем уже все призы, которые у нас были за данный ивент Ну и откроем 6 ультраконтейнеров в надежде, что мне что-то крутое с них упадет Поэтому уже непосредственно отправляемся в каточку, поиграем сегодня на Хоппера Молоти Ну в принципе вооружение, я думаю, что не особо так сильно важно, на котором сегодня был катать Больше я хотел бы исключительно поговорить с вами насчет ивента, насчет того, что вообще происходит у нас сейчас в игре Все-таки был какой-то определенный период времени, когда я не записывал видосы Сейчас я постараюсь уже потихонечку-потихонечку в этот старый добрый хороший ритм вернуться И поговорить сегодня исключительно о ивенте, о матчмейкинге, что у нас в последнее время происходит в игре Все вы знаете, что я вообще не являюсь столь большим фанатом и сторонником того, что у нас в игре происходит сейчас довольно жесткое однообразие Ничего нового особо в игре у нас не появляется У нас обыкновенные дефолтные челленджи из месяца в месяц, не меняющиеся абсолютно И неоднократно на стримах я говорил о том, что пора делать на многочас еще всякие миссии, всякие дополнительные какие-то ивенты Дабы игрокам было больше интереса, заходить в игру, играть, как бы уделять внимание всем этим моментам Выполнять задания, получать за это не какие-то фейк-призы, да, и какую-то там шляпу усатую А вот, например, как на данном замечательном ивенте заработать довольно неплохое количество премочки Можно было, кто-то это сделал, кто-то, конечно же, не сделал Но это уже, как бы, каждого свое право, да, было выполнять эти задания и не выполнять Ну и, ко всему прочему, там можно было поднять контейнер То есть я считаю, что таких заданий должно быть намного больше И уже раньше, да, как я уже сказал, я ждал этих заданий И, наконец-таки, наконец-таки они начинают у нас появляться Я надеюсь, что это не единоразовая акция, да, то, что у нас там, например, произошел сейчас такой в игре ивентик, да И больше мы что-то подобного не увидим больше Я надеюсь, что у нас подобные ивенты будут появляться в дальнейшем все чаще и чаще И мы вместе с вами сможем фармить и премочку, и контейнер, и, возможно, даже какие-нибудь там кристаллы можно будет заформить Чтобы матчмейкинг подходил как-то с более приятной, наверное, стороны Чтобы больше внимания хотелось ему уделять, чтобы больше хотелось бы желания поиграть в нем Потому что для меня лично в последнее время, когда включаю стрим и катаю матчмейкинг Если я играю на одном каком-то своем любимом дефолтном вооружении То, поиграв какой-то определенный период времени Я для себя уже понимаю, что, ну, становится скучно и уже как-то неинтересно, да Но когда есть какие-то миссии, есть какие-то не совсем стандартно дефолтные вооружения На которых надо набивать особые миссии То, понятное дело, что у тебя появляется какое-то дополнительное желание, дополнительная мотивация И в этом плане я хочу, чтобы подобных миссий становилось у нас только больше и больше И чтобы и я, и вы могли за эти миссии не только, знаете, как просто там выполнить, да Потому что там что-то интересное, нестандартное Но и что-то реально годное за эти миссии получить, конечно же Я пока что, пока не записывал видеоролики, искал тоже какие-то определенные вооружения Которые в дальнейшем будут у нас в игровом формате в видеороликах уходить Поэтому здесь уже я для себя тоже как бы ищу что-то новое, что-то интересное На чем можно сфокусироваться, на чем больше можно уделить внимание и вооружениям И может там для контента что-то интересное вам тоже показать Потому что, ну как я уже сказал, был определенный период времени, пока у нас ничего не выходило Ну а сейчас я попытаюсь уже в ближайшее время вернуться И это, наверное, тот самый видеоролик, который я для себя хотел записать первым Поделиться всеми мыслями по поводу этих миссий И надеяться на то, что вот этот ивент, который уже по сути закончился, как я уже сказал, там для меня полторы где-то недели назад Это лишь начало новых ивентов в этом году На которых будет сделан... на которые будет сделан акцент в этом году Если этих ивентов будет становиться все больше и больше То я думаю, что в этом плане у игроков интересов будет также больше А так, ну вы сами понимаете, что как бы онлайн не вечен И если уж не заниматься всем этим делом, то я думаю, что далеко ты в этом плане, конечно же, не уедешь Поэтому давайте, друзья, по-быстренькому, по пастику закатаем эту замечательную каточку Я уже не запихнулся, по сути, не все, что я хотел сказать по поводу ивентов Я уже сказал, что касаемо вот этого замечательного вооружения, то я думаю, что даже по нему запишу в ближайшее время видеоролик Потому что очень крутое сочетание хопера и молот Я периодически очень сильно кайфую, когда играю на нем Ну и, конечно же, моя личная просьба к вам Написать свою точку зрения по поводу данных ивентов Выполняли вы миссии, не выполняли Я считаю, что именно данный ивент с ультракантами, которые я открою Не знаю, конечно, что мне с них выпадет Я, конечно, буду надеяться на то, что что-то годное дропнет Но лучше не ожидать, да, знаете, какого-то крутого дропа Лучше думать о том, что, ну, там 6 белых упадет А если уж дропнет что-нибудь там, может золотое, может еще что-нибудь упадет То тогда уже ты скажешь, что, о, е, круто, найс, удропнуло А так будем надеяться, что, конечно, шляпа будет Ну, дефолт, наверное, знаете, там 6 белых упадет Но маленькая-маленькая надеждочка есть Поэтому напишите в комментариях, что вы вообще думаете по поводу подобных ивентов С премочкой, с призами по поводу именно этого ивента Да, выполняли, не выполняли, понравилось, не понравилось Хотели бы видеть новые такие ивенты Я считаю, что с разными вооружениями, корпусами То есть получилось очень-очень круто Но, как я уже сказал, если это одноразовая акция И в большем ближайшее время ничего подобного не увидим То это, конечно, печальненько Печальненько, честно, печальненько Я бы все-таки хотел больше любить подобных ивентов Дабы и не стримашь был какой-то определенный контент Пополнять какие-то миссии, задания И много-много чего прочего Есть, конечно же, другие темы для разговоров Но я сегодня не хотел бы заправить Там и смака новые у нас скоро будет Я думаю, что в ближайшее время все начнем тестировать, смотреть И тогда уже к этим вещам мы вернемся Ну, а вы можете пока что предугадать, что мне дропнет 6 ультракомпов Я вангую, что что-нибудь упадет Что-нибудь упадет Что-нибудь годненькое мне дропнется Ну, не знаю Буду ли я прав, или не буду Все-таки 6 контейнеров, это очень-очень мало Так, у нас остался один мяч Давайте быстренько его доставим И полетим открывать Полетим открывать Так, надеюсь, мяч не будет Оп, такой выделил очень хороший Точно Паречку залетел Оп И доставочка Шикарно 100 очков Очень хороший бой Получился Единственное, знаете, что, друзья Мне понравилось на данный момент Потому что Ну, то, что Кто-то Подлежал фонды Все-таки можно было дать фонду Хоть и как бы они там и не были Но Я считаю, что можно было поддать Я вот Сейчас быстренько забираю уже Свои законные 8 дней према Все-таки премочка завтра заканчивается Поэтому Она мне Очень даже Пригодится Да, друзья Как вы считаете Пригодится мне премочка Или не пригодится Я считаю, что пригодится Ну и Летим Открывать Замечательные Контейнеры Будет у нас еще Открытие Обычных контейнеров В ближайшее время Но сегодня мы Акцентируем Внимание Исключительно На Ультра Контейнерах Давайте Открываю Единичку Если с нее Ничего не падает Падает Белое свечение Открываем Открываем Сразу Пятерик Надеемся Что что-то Годное Дропнет Ну блин Тут 10 тысяч Кристаллов Сейчас Шанс Что с пятерки Что-то хорошее Упадет Очень маленький Ну ладно Рискуем Рискуем И открываем Смотрим По идее Должно быть 5 белых 5 белых Должно быть Да 5 белых А не Синяя Хоппер Хоппер Защита от заморозки Это устройство За сколько За 250 тысяч Кристаллов Это все эти устройства Которые я еще До сих пор не купил Ну Ничего страшного Я даже Хотя Ничего страшного Нормально 250 тысяч Кристаллов Грубо говоря У меня с контейнера Упало То есть Мне из Того свечения Могло упасть Что мне могло упасть Кристаллы Там 10 дней Прямочки Конечно Могло дропнуть Но мне бы Прямочка не упала Там упали бы Батарейки Припасы Или еще что-нибудь Поэтому 250 тысяч Кристаллов Устройства На Хоппер Неплохо Неплохо Еще могу сказать Сейчас даже Посмотрим Сколько у меня На Хоппер Устройств осталось Если они еще Прогрузятся О Мне осталось Только иммунитет От поджога На Хоппер И иммунитет Пробития И все И все Два устройства Неплохо Неплохо Ну Из новых корпусов Там конечно у меня еще остались Здесь еще тут Запересталлы Конечно Есть устройство На рейсик А на рейсик Кстати у меня два упала уже Поэтому как-то так Вот такой вот видеоролик Друзья Получился Если вам понравился Если вы ждете Наконец-таки Чтобы у нас видосы Почаще выходили Чтобы у нас все вернулось Вся Замечательное русло То друзья Обязательно Поддерживайте Данный видеоролик лайком Подписывайтесь на канал Ну и я надеюсь На то Что В ближайшее время Все вернется Мы будем Как в старые добрые времена С вами на постоянной основе Рассматривать какие-то вооружения Общаться на какие-то интересные темы И Будем возвращаться В старый Замечательный Ритм Ну и Возвращать Те самые Активности На канале Которые у нас были раньше Сейчас конечно В этом плане Немножечко Все подсдало Поэтому Спасибо друзья За просмотр Данного Видеоматериала Всем удачи И всем Пока Субтитры сделал DimaTorzok